добрый вечер здравствуйте ну что дорогие мои любители кино театра и живописи соскучились лично я очень эта программа афиша и прямо сейчас я расскажу вам о том как можно с пользой для души и разума и самое главное безопасно для здоровья провести свободное время полетели одними из первых с пандемического перерыва вернулись театральные коллективы причем вынужденную паузу актеры провели с пользой ведь репетиции то не прекращались первоуральский театр драма вариант приглашает зрителей на четвертую часть исторического спектакля сказание о земле уральской главные герои нового спектакля уральская молодежь 60-х годов поколение в жизнь которого после сталинской зимы пришла оттепель они надеялись на светлое будущее совершенно искренне любили работали стремились к звездам но их ожидало жестокое разочарование хрущевская оттепель так и не превратилась в весну трагедию поколения шестидесятников создатели спектакля рассматривают через призму загадочной гибели группы туристов под руководством первоуральца игоря дятлова зрители познакомиться еще с одной версии случившегося и смогут буквально прикоснуться к истории фаевос ожидает большая выставка предметов быта 60-х среди них и лыжи игоря дятлова на сцене актеры варианта тоже сумели воссоздать атмосферу с середины прошлого века для этого мы используем литературу того времени журналы мод и в общем состав и спектакли это молодежь того времени и жители нынешнего времени увидят как одевались их ровесники 70 лет назад на первоуральскую сцену выйдут не только актеры городского театра например специально для маленьких зрителей пригласили труппу брянского тюза они привезли в город постановку по мотивам замечательной народной сказки финист ясный сокол история любви елены прекрасной и царевича финиста предстанет перед зрителями в яркой музыкальной форме сюжет классический коварный колдун черный ворон похищает елену а финиста превращает птицу ясного сокола и только сила любви поможет финисту вновь обрести человеческий облик для чего для того чтобы сразиться с черным вороном кому помогут в этой битве кикимора и баба яга вы узнаете на спектакле также в конце следующей недели на гастроли в наш город приедет труппа самого маленького екатеринбургского театра волхонка многие уже знакомы с творчеством этого коллектива в прошлом году в первоуральский саншлагом прошли спектакли господин ибрагим и цветы карама и любовь на курьих ножках в этот раз нас ожидает постановка черная дыра этот спектакль больше напоминает коктейль в котором смешались интрига и юмор хитросплетение жизни и даже мистика успешный сценарист сидит в баре на окраине города в ожидании своей любовницы с которой он собирается порвать но тут к нему за столик садится очень странный человек незнакомец уверяет что фильм снятый по сценарию главного героя это описание его незнакомца непростой жизни которую можно исправить правда очень необычным способом первоуральские выставочные площадки тоже распахнули свои двери для посетителей прямо сейчас в городе работают три художественные экспозиции первая в музее истории первоуральского новотрудного завода называется краски жизни в экспозиции представлены более 80 работ учеников и педагогов детской художественной школы жанры и техники самые разнообразные портреты пейзажи иллюстрации художественным произведениям также на выставке вы можете познакомиться с графическими работами главной темой которых стала великая отечественная война первоначально планировалось представить эти картины на суп первоуральских зрителей минувшей весной но из-за пандемии открытие пришлось перенести кстати познакомиться с шедеврами первоуральских живописцев можно не только в выставочном зале мы переходим на режим онлайн поэтому конечно же будет все выставлено выставлено в социальных сетях на корпоративном портале посредством телевидения но конечно же группы по 15 человек экскурсионные мы принимаем по предварительной записи кстати история великой отечественной войны до сих пор таит в себе немало загадок вот например мало кому известно но в 1941 году на средний урал в город сверловск нынешний екатеринбург были эвакуированы все экспонаты эрмитажа в экспозиции культурная жизнь урала в годы войны представлены уникальные фотоматериалы из коллекции главного музея страны вы увидите приказы о начале эвакуации эрмитажа кадры разгрузки ящиков с бесценными экспонатами среди которых были оружие императора наполеона и князя пожарского сотрудники музея не только следили за сохранностью экспонатов и их реставрацией они выступали перед рабочими уральских заводов и раненых лечившихся в госпиталях причем если темой лекции были допустим картины рубинса то слушателям показывали подлинники картин великого фламандского художника по соседству с фотографиями из эрмитажа еще одна выставка тоже посвященная великой отечественной необычная дело в том что на ней представлена всего-навсего одна картина но какая ее авторами являются два брата алексей и сергей ткачевы старший был на фронте младший был эвакуирован на урал картину братья написали к сороковой годовщине в великой победы после посещения своей малой родины брянщины на картине изображенных земляк участник войны сергей драгомиров с орденами медалями на груди в окружении внуков но со страшной печатью ужасов войны на лице рядом с большим полотном висят небольшие картины это этюды которые художники делали во время работы над картиной по ним можно проследить как трансформировалась картина во время создания эта работа создана в две кисти то есть сразу двумя мастерами этим она и уникальна вообще мало художников которые работают совместно такая работа возможно только если люди полностью доверяют друг другу то есть абсолютное доверие к творческой инициативе каждого первоуральск стал площадкой для фестиваля японской культуры у жителей гостей города есть уникальная возможность увидеть средневековые предметы быта страны восходящего солнца некоторые экспонаты выставки поистине бесценны их музею подарил житель японии его дед его отец являлись очень знаменитыми лучниками в японии и в частности дед преподавал искусство стрельбы в доджо при императорском дворце и вот здесь представлены их личные вещи луки стрелы фотографии из семейного альбома и когда их показывал нашим сенсеям покюдо в японии они были очень удивлены что такие вещи находятся у нас в руках в экспозиции представлены образцы оружия самураев кимоно традиционные японские куклы каллиграфия керамика и предметы быта кроме экскурсий здесь пройдут мастер-классы по японским боевым искусствам каллиграфии и гончарному ремеслу до середины февраля выставка будет путешествовать по разным городам сверловской области ну и в завершении программы как обычно а новинках одного из самых важнейших для нас видов искусства нет ни о кино а мультиках в новом выпуске проекта мульт в кино только самые свежие эпизоды современных российских мультсериалов вас с нетерпением ждут обитатели деревни простоквашино милейшие герои мультсериала кошечки и собачки и еще трех популярных мультфильмов так что берем детей запасаемся попкорном и идем кинотеатр да ладно это благовидный предлог признайтесь вы же тоже любите мультики ну вот собственно говоря и все о чем я хотел рассказать вам сегодня помните в окружающем нас мире всегда происходит что-то интересное и чтобы не остаться в стороне от этого я очень прошу вас посещая театры кино и выставки всегда надевайте маски увидимся пока мультфильм